И все привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, давно у нас не было уже ролика По нашему нагибаторскому мега крутому аккаунту на Джаггернауте до легенды Сегодня мы получим новую званочку и откроем контейнеры на Джаггернауте Не знаю, посмотрим насколько это вообще круто будет, насколько это будет прикольно все это дело выглядеть Но надеюсь, что меня сейчас быстро так не сольют, я смогу хотя бы хоть как-то удержаться на этом жестком нагибаторском Джаггернауте Чуть было меня уже не слили И откроем контейнеры и нам выпадет что-то сегодня жестко и нагибаторски интересное Наконец-таки я уже добираюсь до своего звания, которое, блин, я думаю, что это уже такое мини-стартовое звание для данного аккаунта Все-таки Ворент Офицер 1, это уже звание, на котором с каждым его последующим званием будет намного-таки тяжелее играть в данном режиме И поэтому будет, уже в принципе, даже сейчас имея сержант-майора, я уже могу сказать, что закидывая меня в катки всяким четвертым, там, Ворон, там, еще каким-то другим нагибаторским игрокам Мне уже намного-таки тяжелее играть, чем меня бы закидывало, там, сержантом, штаб-сержантом и тому подобному Поэтому надо думать, что прокачивать на данном аккаунте дальше, чтобы не страдать, чтобы пытаться как можно больше приносить пользу Это, в принципе, вообще для себя, так как это режим джаггернаута, это, можно сказать, режим, где ты сам отвечаешь за свой скилл, отвечаешь за свое набитие киллов И надо думать, наверное, уже, что прокачивать на данном вооружении Я хотел бы спросить вообще ваше мнение, что бы вы хотели увидеть на данном аккаунте Либо же я докачиваю Вика Рикошет до М2 модификации, именно у меня сейчас Викинг качан на 8 шагов и Рикошет качан на 5 То есть, либо я докачиваю это М1 вооружение до М2, прокачиваю на максимум Викинга Рикошет Либо же я на этом аккаунте беру себе и покупаю комплект на втором воронте Сибиряк И тогда уже вкачиваю Фрезай и докачиваю Викинга То есть, Викинг это понятное дело, что я все равно буду его докачивать, но вот, что касаемо пушки, что касаемо Рикошета Качаем мы его, ребят, до М2 или нет? Отпишите по этому поводу, ребят, обязательно в комментарии Посмотрю вообще, что вы думаете по этому поводу Хотите ли вы, что бы я играл на данной пушке Либо же, как по дефолту, всегда играть на Фрезе, на той пушке, которая реально жестко нагибает И при этом на втором воронте я смогу себе иметь уже пушку М3, ну, условно говоря, М2, прокачанную при фулл прокачке То есть, это М3 пушка Я думаю, что, в принципе, было бы логично, конечно же, прокачивать Фреза Но есть такое у меня мнение, что, в принципе, делать все одно и то же на всех аккаунтах Это как-то неинтересно совсем И можно было бы, в принципе, выкачать Рикошета до М2, купить на него устройство И посмотреть вообще, как он будет себя вести в бою именно с устройством на М2 модификации Я думаю, что это, в принципе, было бы очень-таки интересно До звания у нас остается, ребят, 47 опыта Постараемся забрать с этой катки не только новую звонку, но и первое место Поэтому сейчас будем пытаться сливать этого же Гернаута опасного Но, сами понимаете, что закидывает меня уже в катки четвертым Уоррент-офицером Есть, конечно, игроки и с моими званиями, но уже закидывает большим ребятам Которые уже тоже имеют кто-то М1 вооружение, кто-то имеет уже Фреза М2 с комплекта Сибиряк И всякое такое другое нагибаторское вооружение И, конечно, играть уже против таких ребят намного-таки тяжелее, чем если бы я играл против всяких там, не знаю, штабсержев и тому подобных мальков Забираю Джиггернаут и это очень круто, потому что у нас до звонки остается 37 опыта Это значит, что через 4 кила мы уже получим новую нагибаторскую звонку на данном аккаунте Давно я хотел ее уже здесь получить, но только сейчас у меня это получается сделать Потому что не уделял много времени вообще данному аккаунту, данной рубрике Я думаю, что я буду исправляться, если вам данная рубрика нравится, то вы обязательно прожимаете лайкосик Я снимаю дальше ролики по данному аккаунту, пытаюсь забирать топы на каких-то различных званиях там и тому прочему Короче, ребят, вот такое вот жестко эпично мы сейчас звание забираем Блин, вообще просто по красоте получилось Мне очень-таки понравилось, поэтому будем смотреть вообще Как будет идти у нас дальше с данным аккаунтом Понятное дело, что когда мое звание будет приближаться уже где-то к майорам Будем загадывать, конечно, не будем загадывать, конечно, вперед настолько сильно Потому что, чтобы дойти до такого звания, мне надо еще играть и играть Но, в принципе, если так уж загадать То на таких званиях будет очень-очень тяжело играть на Джиггернаутах Потому что там уже закидывает к бригадирам и прочим большим уже званиям То есть уже звезды желтые там уже встречаются Которые имеют уже кто-то М3 вооружение, кто-то имеет М4 вооружение И там будет, конечно, уже свои проблемы Вот примерно как сейчас вот у меня проблемы То, что играют Фриз, например, М3 модификации И против него, конечно, уже бороться намного-таки тяжелее Чем бороться вот против каких-нибудь там М0 танков, условно Которые могут мне спокойно попадаться Поэтому как-то так Сейчас доиграем, ребят, каточку Откроем жесткие, крутые, нагибаторские контейнеры У меня их накопилось целых 6 штучек И будем надеяться, что с этих контейнеров нам сегодня что-то крутое выпадет Все-таки это у нас аккаунт Джиггернаута И хотелось бы на этом аккаунте увидеть что-то нечто крутое Либо это какие-нибудь там большие контейнеры с кристаллами То есть, условно, там 100 тысяч, 300 тысяч или что-то подобное Это было бы очень хорошим бонусом для такого аккаунта Либо же, конечно, не знаю, там, премиум аккаунт хотя бы Либо там золотые ящики на данный аккаунт мне бы тоже не были лишним Наверное, первое место все-таки останется за мной в этой каточке Попробуем сейчас еще разочек забрать Джиггернаута Но я думаю, что он уже, в принципе, не успеет меня догнать за полторы минуты Имея 10 киллов в отрыве И доказываю еще раз то, что не обязательно в Джиггернауте иметь максимальное звание Чтобы нагибать в данном режиме Если, например, вас закидывают в катку, где есть намного больше звания Намного больше всяких крутых нагибаторов Не огорчайтесь, ребят, играйте Все равно вам повезет, все равно вы будете нагибать Если у вас все хорошо с вашими руками Если у вас, не знаю, там, ни клеш, ни рака Ну, я надеюсь, что таких ни у кого нету То на изи-каточке у вас все будет получаться Будете нагибать И никаких проблем у вас в этом плане тоже не будет Сейчас у нас в игре еще проходит звездная неделя На данном аккаунте я звезды, конечно же, не набиваю Но вот думаю, что, в принципе, можно было бы Объективно набить хотя бы каких-то 50 звезд Чтобы получить лишние контейнеры Открыть их и вообще понадеяться, что что-то крутое мне может выпасть Потому что аккаунт у нас такой вот Немного уникальный, я бы сказал Играем в одном только режиме И чтобы здесь именно быстренько прокачиваться И получать какой-то бонус по вооружению Какие-то там, не знаю, мега-крутые вооружения Безусловно, надо открывать как можно больше контейнеров Пытаться их как-то зарабатывать Сами понимаете, что в игр мы не вкладываем А значит, надо как-то своим способом Своими умениями как-то пытаться зарабатывать данные контейнеры Чтобы не быть каким-то, не знаю, рачком Который будет страдать на таких званиях Имея какое-то плохое вооружение В своем гараже Так, что у нас за звание тут дали? Сдавание дали нам новые какие-то краски Фрисом один теперь у нас открыт Открыты у нас три дрона Возможно, даже дрон мы прикупим на своем аккаунте Ну и давайте перейдем уже к открытию жестких нагибаторских контейнеров Надеюсь, что в этом плане нам сегодня точно-таки фортанет Открываем первый контейнер и... 125 двойной защиты У меня осталось пять контейнеров Будем открывать по одному Хотя можно было бы сейчас, наверное, открыть пять штук сразу И нам бы выпало хотя бы что-то крутое Но будем открывать по одному Посмотрим, понадеемся, что что-то крутое нам выпадет И открываем второй сразу 3500 кристаллов Кристаллы это хорошо Это круто Зеленая 50 батареек Но батарейки, конечно, это бессмысленно Имею уже 100 батареек на данном аккаунте При этом у меня, конечно же, дрона нету И, по сути, по этой вообще всей схеме Мне эти дроны... Ну, я думаю, что пока что точно не нужны Вкладывать кристаллы в них А не вкладывать кристаллы, например, вот в тот же рикошет Который у нас уже, как я уже сказал, прокачан на пять шагов И викинг, который он прокачан на восемь шагов Я думаю, что вот именно в это надо вкладывать А не вкладывать в какие-то новые там дроны Условно там покупать какого-то штурмовика И пытаться с ним как-то нагибать Я думаю, что это, в принципе, глупо Три контейнера у нас осталось Открываем дальше Белая, 125 двойного урона Нарка, конечно, мне тоже не нужна 125 двойной защиты И последний контейнер И будем надеяться, хоть что-нибудь с него Может нам сегодня выпадет И... И тоже 3500 кристаллов Ничего нам хорошего не падает Шесть контейнеров в белом свечении И вот такой вот у нас нагибаторский получился аккаунтик С которого, в принципе, сегодня ничего не выпало Жалко, жалко, обидно, досадно Ну ладно, как говорится Ребят, прожимаем лайкосик на данный ролик Опа-на, опа-на, опа-на У нас можно даже здесь прокачать Модуль Прикольно Ладно, потом прокачаем как-нибудь Прокачаем Покупим его И посмотрим, что с этого Можно будет вообще, в принципе, поиметь Такой вот нагибаторский ролик у нас сегодня получился Если вы еще до сих пор не поставили лайкосик То обязательно поставьте, подпишитесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Также, ребят, нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить новые ролики И нагибаторские стримы Которые у нас, кстати, проходят, ребят По вечерам в 7 часов Обязательно приходите и нагибайте вместе со мной Ну а у меня на этом все Спасибо, ребят, что смотрели Всем удачи И всем пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok